Декларацию и приложение к ней своей рукой должен заполнить сам декларант. Отнести документы в отдел кадров той организации, в которой трудится. А там ответственное за сбор заполненных деклараций лицо обрабатывает их и в электронном виде загружает в программу. Логин и пароль которой дает ему специалист налоговой службы. Мы позволили отделам кадров получить доступ к определенной части нашего программного обеспечения для того, чтобы они могли внести в электронную базу данных Министерства по налогам и сборам основные данные с декларацией. В налоговой службе также есть сотрудники, которые занимаются обработкой данных и загрузкой их на сайт ведомства. В настоящий момент все декларации, которые поступили в налоговую, находятся в публичном доступе. В разделе декларации на сайте Министерства по налогам и сборам есть строка, где вносится название организации. То есть не нужно писать, допустим, Министерство по налогам и сборам. То есть при вводе слова «Министерство» система предлагает варианты. Человек выбирает, затем выбирает очень важный момент, не год отчетный, за который отчитывается, допустим, в нашем случае 2020 год, а год, в котором подали декларацию, то есть 2021. Нажимаем «Найти», получаем доступ ко всем декларациям, которые размещены этой организацией. Сбор деклараций и их обработка идет оперативно, чего не скажешь о заполнении. Из 420 организаций, сотрудники которых должны отчитаться в срок, подали заявки только 94. У нас достоверных сведений о том, какое количество декларантов, не то что декларации, а декларантов у нас даже неизвестно, по некоторым объективным причинам, поэтому говорить о проценте сложно, но могу сказать, что 420 организаций, которые у нас есть, это за исключением унитарных предприятий, муниципальных, республиканских, обратилось за запросом о предоставлении логина и пароля всего 94. То есть мы наблюдаем здесь, конечно, хотелось бы еще более активно, чтобы министерство к нам и ведомство обращались, и не только министерство, но еще и различные государственные учреждения. В чем причины задержки, в налоговой ответить затрудняются. Не увидели трудности в заполнении деклараций в учреждениях, которые подали их одними из первых. Например, в Нацбанке. Уже 26 июля все данные об имуществе и доходах служащих главного банка страны были в налоговой службе. Дело в том, что просто прошел процесс подачи всех деклараций. Всего 46 сотрудников Национального банка Республики Абхазии заполнили, издали их в отдел кадров. У нас вышел внутренний приказ банков, согласно которому необходимо было в срок до 26 июля заполнить. Заполняли самостоятельно. В отделе кадров нас просто немного перепроверяли, чтобы не было никакой несогласованности. То есть ничего сложного, но достаточно трудоемкое было в плане того, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить. Но я думаю, что все справились. В аппарате кабинета министров также не возникло никаких трудностей с заполнением декларации о доходах и имуществе. По словам Андрея Гуня, начальника отдела правового обеспечения аппарата кабинета министров, в законе четко прописано, кто и как должен заполнять документ. Поэтому со своими первыми декларациями чиновники кабмина справились быстро. С фактическим заполнением декларации каких-то проблем и осложнений не выявлено. Прошло все достаточно. Все в требуемом виде и в надлежащие сроки. Должны остальные лица аппарата кабинета министров, премьер-министр, вице-премьер и члены их семей, которые в соответствии с законом о декларировании относятся к субъектам декларирования. Соответственно, все эти данные отображены. Декларации в установленном порядке сданы в кадровую службу аппарата кабинета министров и представлены опять же в установленном порядке в Министерстве по налогам и сборам. Но раз процесс декларирования затянулся, значит, проблемы есть. И с телефонного разговора с одним из сотрудников парламента стало известно, что не все депутаты подали декларации. Они ушли на каникулы. В налоговой говорят, что многим помешал COVID-19. Кто-то находится на самоизоляции, кто-то болеет. Активист за 20-ю статью Конвенциона Стамурка Кали называет происходящее саботажем и требует назвать чиновников, не подавших декларации до 1 августа и уволить их. До сих пор не говорят, кто же нарушил нормы декларирования. Кто сейчас не подал декларацию, какие организации нарушили, нам не говорят этого. Теперь надо озвучивать остальных и руководителей домой. Статья 15. А во-вторых, он считает неправильным, что не все данные декларации публикуются на сайте. Например, адреса квартиры домов, которыми владеют чиновники. Это, по его мнению, усложняет проверку данных и дает возможность чиновникам укрывать свои активы. Статья 8. Закон огласит. Декларации, представляемые в соответствии с настоящим законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. То есть, ваш участок как чиновника в Новом Афоне или в Гаграх не подпадает под государственную тайну. И когда вы не указываете его местоположение, вы тем самым нарушаете закон. Планируется нарушить закон, сделать совсем уж конфиденциальным все. И прокуратура, СГБ, МВД не будут иметь прямого, полного доступа с адресами, с расчетными счетами, с названиями банков, вот эту полную декларацию, настоящую декларацию, не увидят. Планируется сделать так. Просто похороните информацию в архиве МНС, самим ничего найти, не найти и другим не дать. То есть, я сотрудник ОБЭПа. Хочу проверить вашу декларацию, Марьяна. Я должен попросить своего начальника, чтобы он обратился в МНС, и мне предоставили возможность изучения вашей декларации. Ваш начальник, возможно, двоюродный брат того, кого мы собираемся изучать, и он мне скажет просто «не надо». Это попытка сделать из стандартного хорошего закона обычный футбол. То есть, обычный бюрократический футбол. Я пишу вам, вы отписываете кому-то еще. Но есть и другое мнение, что даже те данные, которые сегодня публикуются на сайте налоговой, могут стать базой данных для злоумышленников. Другие говорят, что список декларантов слишком раздут. Третьи напоминают про лазейки, например, отсутствие необходимости декларировать имущество совершеннолетних детей. Что делает, на их взгляд, закон неэффективным. Но закон принят, а с исполнением трудности.